Морозы, прогнозируемые метеорологами в ближайшие дни, могут привести к аварийным ситуациям в жилищно-коммунальном хозяйстве. Представители жилищных и ресурсоснабжающих организаций города встретились на большой планерке, чтобы предотвратить опасное развитие событий. Большая проблема к ресурсникам. Особенно еще раз, посмотрите, пожалуйста, сети, пройдите, посмотрите изоляцию, чтобы никаких трудностей в этой ситуации у нас с вами тоже не возникало. А управляющие компании при вводе в дом, тоже гляньте, чтобы не было там перемерзаний никаких, значит, ни вода, ни тепла и так далее, и так далее. Изоляцию всю проверить. Еще раз говорю по контурам. Обязательно подвальное помещение, обязательно чердачное помещение без опасти. Также актуальными на сегодняшний день проблемами являются содержание дорог и придомовых территорий и чистка крыши снега и сосулек. Жилищникам посоветовали начать работу уже сейчас, пока снег еще не начал таять. Для этих целей у нас есть техники, которые проводят технический осмотр домов. То есть на сегодняшний день мы такие дома знаем и на февраль месяц, то есть после вот этих морозов, запланирована уборка вот этих шапанов из снега. По словам Дениса Дерлама, ООО «ЖЭК» планирует провести переговоры с компанией «Крайдео» и арендовать у нее снегоуборочную технику. Таким образом, в северо-западном микрорайоне приступят к чистке придомовых территорий уже в ближайшее время. Я считаю, что у нас в городе очень оперативно и быстро все проблемы насущные и текущие решаются в рабочем порядке. А данная планерка, будем говорить, подводит итоги работы за текущую неделю и устанавливает задачи для всех организаций для работы на следующую неделю. Достаточно остро обсуждался вопрос вывоза мусора от многоэтажных жилых домов и то, в каком состоянии находились контейнерные площадки в праздничные дни. Особенно отличились в кавычках две фирмы – «Сорж» и «Красноярск Энергосбыт». Именно их площадки были завалены мусором на протяжении всех выходных и в первые рабочие дни января. На сегодняшний день баки и территория около них выглядит достаточно чисто. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.